Всем привет, с вами Обзор, я бы помахал вам вот этим тяжелым планшетом, ну блин, он тяжелый, реально такая махина, знаете, какую-нибудь убить можно. Знаю, что вы давно ждали его обзор, но он, к сожалению, у меня залежался, я забыл, что у меня вообще есть такой планшет. И сейчас разбирал вещи, вижу, ого, лежит, наверное, второй месяц и все еще не разрядился. Такая феноменальная автономность на кастомном 10-ом андроиде, ссылка на прошивку будет, кстати, в описании. Ну что, в этом видео мы разберем его характеристики, посмотрим на его автономность, производительность, дизайн тоже посмотрим, я расскажу свое впечатление об этом планшете, сказал бы, вообще покупал бы я его себе, ну, в личное пользование. Маленький спойлер про этого красавца, на нем запустилась гугл камера, а значит можно делать HDR плюс снимки, но это тоже будет в обзоре, в общем-то, поехали. Диагональ IPS матрицы составляет 10 дюймов, процессор Helio P70 наперевес с 4 гигами оперативки и 64 гигами встроенной памяти. Есть поддержка актуальных для России Band 3, 7 и 20. На правой грани качелька громкости, микрофон, Type-C, слот сим-карты и джек 3.5. На нижней панели расположились контакты для внешней клавиатуры, на верхней два стереодинамика, микрофон и клавиша питания. Основная камера имеет автофокус и разрешение 8 мегапикселей. Первое, о чем хочется рассказать, это его дисплей. Достаточно неплохая IPS матрица, однако минимальная яркость достаточно высокая. Вот это минимальная яркость. Заметьте, у нас здесь мощное освещение и вы все равно видите. Также мне кажется, что у тачскрина достаточно низкая частота опроса, то есть он не совсем резво реагирует на ваши движения. Никаких тормозов, глюков, просто, знаете, низкая отзывчивость. Для примера, берем телефон и сравниваем. К слову, это не родная прошивка. Родная прошивка была построена на 9-ом андроиде, это же версия андроида 10-ая. Или, например, 0.1. Я решился на кастомку, потому что мне не нравятся кнопки для управления, а в 10-ке нативно есть управление жестами. Огорчает только одно. В родной прошивке была запись звонков, здесь же записи звонков нету. Для этого придется устанавливать сторонний софт. Плюс на родной камере была поддержка камера 2API, то есть вы могли установить Google камеру для МТК и фотографии получались несколько лучше. А на кастомке придется ставить патч, разблокирующий камера 2API, ну или через Magisk. Не обошлось и без прикола от Teclast. Во-первых, очень рядом расположен микрофон к сим-карте. Я вот чуть-чуть не проткнул микрофон, будьте аккуратны. Во-вторых, слот у нас двухсимочный. Смотрите, вот так выглядит слот, то есть симка 1 и симка 2. Второй слот гибридный, однако сим-карта работает лишь одна. Вот в этом первом слоте. Если будете ставить симку сюда, он ее не определит. По сути, здесь одна сим-карта плюс одна карта памяти стандарта microSD. Клавиатуру, к сожалению, испытать не удалось, потому что продавец мне ее так и не прислал. Но я думаю, что, скорее всего, ей удобно пользоваться, потому что она на магнитиках. Взяли, поставили, попечатали. Да, у планшета стереозвук. Раз динамик, два динамик. Звук хороший, однако слишком много высоких. Я думаю, что если поставить какой-нибудь модуль, да, улучшающий, типа Dolby Atmos, звучать будет куда приличнее. Однако даже текущего звучания большинству людей хватит. Он громкий и четкий. Кстати, если вам интересна кастомка, напишите в комментариях. Хочу кастомку, и я сделаю для вас инструкцию, как ее установить. Работает без нареканий, автономность отличная, быстродействие отличное. Даже, наверное, чуть-чуть получше, чем на родной прошивке. Я даже не уверен, что стоит показывать фотоотчет с этого планшета, потому что он ужасный. Собственно, фотография на основную камеру, фотография на фронталку. А вот эта фотография ночью на Google камеру. Разница очевидна. Для сравнения, вечерние фото на родную камеру и на Google камеру. На Google камеру, конечно, тоже ужасно, но родное приложение фотоит еще хуже. Второе сравнение. Родное приложение, Google камера. Родное приложение, Google, мать его, камера. Полный фотоотчет вы не сможете увидеть по ссылке в описании, потому что не вижу вообще для него смысла. Для чего обычно берут планшеты? Наверное, для игр, сидение в интернете. Поэтому синтетика крайне важна. Скорость по Wi-Fi. Датчики, которые присутствуют в планшете, это только акселерометр, датчик освещения, датчик приближения и датчик холла, реагирующий на закрытие вашего фирменного чехла. 3DMark, GFX Benchmark, Antutu Benchmark. Ну, почти 200 тысяч. В принципе, неплохое значение. Аппарат у нас все-таки бюджетный и построен на основе P70, MTK P70. Таческеринг поддерживает до 10 касаний. А и Туту Benchmark, производительность искусственного интеллекта. 3DMark, Geekbench 5-й версии. GPS-тест. Отличный показатель, отличная точность и отличный список поддерживаемых спутниковых систем, таких как GPS, GLONASS и DIAGE BIDU. Скорость LTE, город Санкт-Петербург. Что касается автономности, полноценно разрядить мне его так и не удалось. Но я думаю, что на одном заряде вы сможете пользоваться им порядка 15 часов работы дисплея. В режиме ожидания он вообще практически не садится. То есть, я думаю, где-то 1% за 2 дня у вас будет уходить. Или даже за 3 дня. Игровой тест. Это World of Tanks Blitz. Но на максимальных настройках, к сожалению, игра не захотела плавно работать. И мне пришлось их понизить до средних. Ну вот, настроечки. Жалко, что у МТК всегда были слабые графические чипы. Ну и как бы и фиг с ним. Блин, звук классный. Стерео. Сама игра не лагает. Однако низкая скорость опроса тачскрина дает о себе знать. В очень динамичных сценах вы можете не успеть, например, на что-то среагировать. Здрасте. Частота кадров перманентно 54. Я правда не умею играть с планшета. В общем, 54 кадра в секунду вам гарантированы при показанных мною настройках. Как планшет сидит в чехле я показывал еще на этапе распаковки. Но те, кто ее пропустил или не очень хотят включать. Легкая демонстрация. Очень плотный. Реально один из самых плотных чехлов для планшетов, который я видел. И демонстрация работы датчика холла. Закрыли. Открыли. Включился. Закрыли. Выключился. Отлично работает. Без проблем. И все. Больше про этот планшет рассказывать нечего. Связь берет хорошо. Автономность хорошая. И достаточно неплохой дисплей. Однако высокая минимальная яркость дает о себе знать, например, ночью. Ну что, товарищи, давайте подводить итоги по вот этому замечательному планшетику. Почему замечательному? Да потому, что он достаточно крепкий. Да, хоть иногда и поскрипывает изредка. Он имеет достаточно мощные динамики. Громкие. Если поставить какой-нибудь эквалайзер. Ну, я имею ввиду, на кастомной прошибке звучит будет еще лучше. При этом крышечка у нас металлическая. Это редкость в достаточно недорогих планшетах. Все это сдобрено хорошим процессором. Достаточным количеством оперативной памяти. И достаточным количеством встроенной памяти. Плюс симка. Плюс карта памяти. Даже гугл камеру можно запустить. И все это можно подтыкнуть к зарядке через USB Type-C. Наконец-то никаких сраных micro-USB. А если вам деньги вообще некуда девать, можете вон подключить сюда клавиатуру внешнюю. И прям печатать как на андроидовском компьютере. Компьютер на андроиде. Короче, если очень хочется клаву, подключить ее сюда можно. Мощный агрегат, на который можно накатить 10-ый андроид. И стоил такой красавец что-то порядка 11 или 12 тысяч рублей. В общем, ссылка в описании. Посмотрите. Там сейчас будет актуальная цена. Вот и весь обзорчик. Если вам понравилось, обязательно ставим лайки. Если не понравилось, ну напишите в комментариях, что не понравилось. Постараюсь исправить следующих видео. Конечно же, не забывайте подписываться. Кнопулечка вот здесь сейчас появится. И включать колокольчик, чтобы не пропускать мои свежие ролики. И до скорых встреч. С вами был Мобзор. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok